всем привет начало нового летного дня сегодня наконец-то шикарная погодка и я хотел спросить сегодняшний видос можно уже назвать маршрутный полет ялта судак я не знаю можно сегодняшний полет вот уже назвать маршрутный полет ялта судак судак не знаю назовем тогда маршрутный полет судак не знаю но лучше точно а если в судак долетим но я буду пытаться ну короче долетаем до луж ты по ситуации короче делаем ставку на минимум 30 километров до а если с возвращением то шестьдесят вот как то так вроде полегче достала ого красота я в воздухе сейчас немножко здесь парочку спирали сделаем и летим сразу в сторону алушта пучевка образуется на низкой высоте ну вот на нашей высоте где мы сейчас летаем и дальше на протяжении маршрута не очень хорошее явление для маршрутного полета и там за никитским хребтом тоже облачность очень низкая посмотрим что из этого выйдет пока пробуем улетать отсюда погодка достаточно мягкая но когда ты подлетаешь какому-то потоку она пока еще недостаточно сформированной рваной и в то же время ядро очень мощно я вот попытался только что центра ночь поток ничего не получилось я набрал в нем метров сто сто пятьдесят решил дальше его не крутить на часах 10 часов по прогнозу часам к двенадцати только погодка уже будет наиболее сформированная и в этот момент конечно необходимо быть уже под базой а пока я подлетаю к хребту ставрика я вот здесь какой-то вот вот что это такое вот он вроде как начинается по точек и все и сразу же из него выпадаешь подлетаю к хребту ставрика я сейчас хребта ставрика я что-то возьму пока вот так хребтами буду прыгать десять часов часам к одиннадцати прилечу на никитский хребет а там уже будет видно что делать дальше пока предварительно через никитский хребет и только в облёт можно пройти я думаю что к одиннадцати часам облачности будет еще больше и никитский хребет уже будет полностью затянут надежда на то что поднимется база этих облаков выше рельефа как и обещал прогноз хотя бы на 1700 метров хотя бы на 200 метров выше никитского хребта и тогда можно будет пробовать его перелететь откуда столько влаги в воздухе непонятно море теплое море супер теплое вчера купался просто кайф кайф нереальной вода градусов двадцать шесть может быть еще теплее облака формируются ниже кромки и они обтекают рельеф но благо удается лететь как-то выше этих облаков самое главное не просадиться ниже высоты 800 метров я присмотрел что ниже 800 метров уже инверсионный слой из которого не выбраться сейчас высота 1000 почти 1400 продолжаю полет одну спиральку можно крутануть да улетая из этого облачка вот так вот вот так вот вот он хребет иограф практически не касаясь облаков удается пролетать это я вот в последний момент оказался вот с краешка с краешка на краешке облака как раз в том месте куда встречается поток с этим облаком сейчас также соографа наберу высота плавно растет я иду на повышение лечу вдоль рельефа рельеф идет с повышением высоты до Никитского хребта я соответственно тоже иду с повышением высоты сип летает здоровый и второй я вижу здоровый красивый а третий что-то развернулся возле меня полетел в моем направлении он рядом со мной красавчик большой такой красавчик большой такой зилка я прилетел что-то да переразвитие намечается полетел флот Тут прям дульник какой-то, Вадим, тебе не кажется? Ты еще как, я вообще крабом шел только что. Погода странная. Красавчик. Я думаю надо лететь на Баланын и там ждать, часам к 12 я видел погода, ну, база должна подняться там на 100 на 200 метров. Принял, давай. Ой, далеко улетел. Ха, кипец. Кипец. Кипец, Вадим, меня сдуло в этой туче, я сажусь наверху на плато. Принял, давай. Я поэтому не кручу на плато вообще сейчас. Вот это да. Просто вертикально. Нервная. Да, вот это да. Тут дульник такой, я не знаю что делать. Сейчас пойду куда-нибудь искать старт. Слушай, я вообще подумываю, может на посадочку пока не поздно. Что-то тут как-то странно все, если честно. Ну, я садился вообще вертикально полностью. Дуй, 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 сильно. Вот это да. Я даже не понял как я тут оказался. Блин, ветер сильный такой. Надо искать старт. Подойду к кромочке. Там будет видно что делать. На вот такой старт я пришел. Ой, начал дуть плотный ветер. Вы видели как меня туда сдуло. Сейчас попробую отсюда улететь конечно. Пусть у меня все получится. Вадим уже полетел на посадку. Временами приходят затяжки. Такие прям штилевые окна. Я думаю в одно из таких штилевых окон стартануть и улететь. Ну вот сейчас вроде не сильно дует. Ага. Вот так вот да? Давай, давай. Вот так. 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 Давай. Подъем. Давай еще раз. Блин, ухо лежит неудобно. Ухо. Ты можешь блин лечь нормально? Так. Вроде штиль, да? Опа. Охо. Вот это да, ребята. Я полетел. Вот это да. Так. И сразу отхожу от склона. От склона отхожу. Высоты хватает. Ну я стартанул, все хорошо. Ничего не понял. Это полковник. Это полковник. Отстаялась. Все, продолжаю свой полет. Иду в обход вот этого облака. И оно меня как раз у кромочки. Ну не у кромочки, а у стеночки, да? Пока я в облет иду, держит отлично. Два метра. Скорость восходящего потока прямо у стеночки. Высота 1450. Рекордная. Я тоже на посадку. Не хочу залетать. За сегодняшний день. Я тоже на посадку иду. Два и восемь. Вдоль стеночки. Нормальный поток. При этом я в облако не залетаю. Три метра. Как оно так работает? Три, пять. Четыре метра, пацаны. Интересно. 1150. Какой ветер? Восток или юго-запад? При этом четыре метра продолжает тереть вверх. С моря пианец. Прямо по лошади. Принял, спасибо. Наверное, Восток больше. Да, облако мощное сформировалось. Так, нормально я так облетел. Да, больше на Восток ходить. Лечу дальше. Приняли коллективное решение идти на посадку. Погодка летная. Но мы ожидали другого от этой погоды. По прогнозу вот этого всего быть не должно. И ветер должен был быть вселевой. Когда вот такой ветер дует, даже порывы, мне некомфортно летать. Я лучше дождусь свою погодку мягко. Ее, конечно, последнее время все меньше. Поэтому приходится летать во все. Но безопасность, это прежде всего. Безопасность должна быть на первом месте. А потом уже красивые полеты. Класс! Облачко летишь и так в облет. 2,4-2,5 метров. Идет подъем. 2,8-2,9. Прикольно. Лечу на Юго-Восток. Облетаю хребет и Ограф. Вот, есть такие просветики. Я просто облетаю вот это облачко. Вдоль стеночки постоянно лечу. Водим сел. Вижу тебя, Вадим. Посмотри над иографом. Я в облаках лечу. Прикольно? Что-то я тебя не вижу. Ну ты ж в облаках каким-то увижу. Вадим, ты Ивана видишь? Очень красиво. Да нет, он над иографом в облаках. Я уже не планирую подлетать к рельефу. Собираюсь плавно терять высоту. Без каких-либо спиралей. Просто на глайде. Все уже приземлились. У меня высоты еще 1150 метров. Я сегодня оставил свой транспорт на вот этой вот стояночке. Возле кладбища, как обычно. И поднялся пешком. Пешком поднялся. Вот беседка. Вот сейчас. Ну не на моем уровне, она чуть ниже. Вот беседка. И я поднялся выше этой беседки еще, наверное, метров на 100. И там меня уже подобрал автомобиль. Вот такой вот путь я сегодня прошел. В качестве тренировки. То есть вот стоянка. Вот беседка. Вот если зубцы Айпетри, да? Прямо под зубцами Айпетри хребет. Вот на этом хребте стоит беседка. Серебряная. И я поднялся еще на 100 метров по высоте выше этой беседки. Такой хайк у меня сегодня был с утра. Ну тут ориентировочно километров пять. Кучи. Всем уже приевшийся вид на Ялту. На озеро Магаби верхняя. Вам уже не интересно на это смотреть. Ну как же здорово, когда у тебя дома есть вот такое летное место. Так, я смотрю, Валерий уже собрал параплан. Вадим еще не собрал. Вадим еще лежит в деньге, отдыхает. О, с кладбища уехала машина. С кладбища мне ближе идти. С кладбища мне ближе идти. А я туда уже не долетаю. Вот и славненько. Еще. Продолжение следует... Пролетаем все зоны турбулентности. Надо пройти все эти деревья, чтобы не ложить крыло. Вот так нормально, а то на деревья положу. Сейчас к Вадиму подойду, в тенечек буду там собираться. Продолжение следует... Продолжение следует...